Добрый день, дорогие зрители YouTube-канала «Россия в мундире». В нашей сегодняшней передаче мы с Владимиром Юткевичем продолжаем разговор о наградных и подарочных часах Русской Брадовской Армии. Продолжаем. В предыдущей серии, я помню, мы рассказывали о братьях и сестрах Николая II, о часах от них, да? Да. А сейчас давайте поговорим о дядьях императора. Да. И есть двое вот таких вот интересных часов. Это серебряные часы, на которых нанесен эмалевый вензель. На одном написано «В.А. Это Владимир Александрович». Это родной брат Александра III, сын Александра II. А на вот этих вот часах, которые у меня слева, якорь и буква «А». Это Алексей Александрович, тоже родной брат вот этого Владимира Александровича. Почему часы похожи? Потому что у них был один и тот же часовой мастер. Зеленцов. Некто Петр Зеленцов, который покупал часы в Швейцарии, но потом сам их доводил до нужной кондиции, вот до вот таких вот вензелей. Вот, обратите внимание, сейчас швейцарские часы, чтобы доводили до кондиции в Россию, это какой-то нонсенс. Ну, до кондиции, видите, он нанес на них. Наносил сам ли, может быть, заказывал у какого-то ювелира, но тем не менее, это так. Вот такие вот часы. Значит, что касается, начнем, наверное, с вот этих часов. Алексея Александровича. Алексей Александрович был последний русский генерал-адмирал. Всего в России было шесть генерал-адмиралов. И генерал-адмирал приравнивался к чину генерал-фельдмаршала или канцлера. Это был самый высший чин на флоте. В тайм-рагах это было первого класса чин. Первого класса чин, да, совершенно верно. Было их всего шесть. Первый был Апраксин, а уже после Павла Первого, Павел Первый, после него уже стали только члены императорского дома. Павел Первый, потом, по-моему, Константин Николаевич был, и потом вот Алексей Александрович. Чем интересны эти часы? На них также имеется наградная надпись. Вот она. Всемиловсе пожалованы великим князем, генерал-адмиралом Алексеем Александровичем, машинному квартирмейстеру первой статьи Демидову команды «Яхта-стрела» 25 июля 908 года. Чем они интересны еще? Тем, что я считаю, что это был последний подарок вот этого генерала-адмирала, ну, именно вот нижним чинам. Потому что он сделал свой последний выход на яхте. Это была его яхта, яхта-стрела. И потом он уехал лечиться во Францию и там и умер. В ноябре 908 года. То есть, вероятно всего, это был один из его последних подарков. В военно-морском архиве в Питере я нашел, мне помогли, вот приказ. Командир первого яхты, его императорского высочества, государя великого князя, генерала-адмирала «Стрела», командиру гвардейского экипажа. Докладывает. То есть, командир яхты докладывает командиру гвардейского экипажа о том, что, значит, нижним чинам верены мне яхты, там, Жучкову, матросу-сигнальщику такому-то, машинному квартирмейстеру первой статьи Петру Демидову, который, вот, чье имя написано здесь, да, пожалованы от его императорского высочества, великого князя, генерала-адмирала Алексея Александровича, серебряные часы с таковыми же цепочками и с вензелями его высочества. У меня тут больше всего первый чин на яхте, извиняюсь, я правильно прочел, квартирмейстеру-минеру. Да, квартирмейстер-минер. Батюшки, на яхте квартирмейстер-минер? Ну, может быть, это была яхта особая. Ну, ладно. Вообще, это была, да, придворная яхта. И на ней минер. И на ней, да, оказался минер почему-то, да. Итак, вот это был рапорт. И на основании этого рапорта вышел приказ по гвардейскому экипажу. Вот он. Так, подарочные часы становятся наградными. После... Да, после выхода... Рапорта и приказа. И приказа, да, их занесли в послужной список. И все, это теперь наградные часы, да. И в пункте 3 указано, что команды, яхта, стрела, 4-й роты, там, тому-то, тому-то, к варстемейстеру первой статьи Петру Демидову, пожалованные от его императорского высочества великого князя, серебряные часы с такой же цепочками. Справка. Рапорт командира яхты. Почему 4-й роты в императорской флоте, очень интересно, существовала система распределения на корабли. Дело в том, что все матросы, они были распределены по экипажам. Такой-то экипаж, такой-то экипаж, такой-то экипаж. И на корабли назначались этих экипажей. То есть, практически, экипажи, это, грубо говоря, сухопутные части, такие вот, ну, сухопутные части из матросов, из которых набирались в конкретные, на конкретные корабли и суда, корабль, корабль, это военный корабль, судно, это судно, которое не военное, но оно все равно к военному флоту относилось. Вот, оттуда набирались нижние чины, и они уходили на определенных им кораблях. Совершенно верно. И часы, которые я показывал от Владимира Александровича, родного брата Александра Третьего, дяди Николая Второго. Вот его сын, как раз Кирилл Владимирович, который женился без разрешения императора, был выслан, потом он вернулся. И, в конце концов, вот та ветвь, которая сейчас претендует на российский престол, это как раз вот его, да? Но, что интересно, или не знаю, как это сказать, неинтересно, Кирилл Владимирович же, когда совершился февральский переворот, да? Он же первый пришел с красным бантом, привел свой гвардейский экипаж к Зимнему дворцу и присягнул Временному правительству. Ну, такая версия существует, и она очень распространена, но также я считал, что это неправда. Я не буду сейчас об этом говорить, я просто не копить тень, чтобы... Сэр, я могу это доказать не своими словами, а есть по минимуму... То есть, я вот, я тоже на Ютьюбе там выкладываю ролики какие-то, да? И когда я рассказывал о часах от Кирилла Владимировича, они у меня есть, часы. Я их здесь не показываю, просто они просто золотые с наградной надписью. Они интересные, да, есть, если нужно будет, желание будет, я ее покажу. Но там я указал, я привел там выдержки из двух, из двух мемуаров. Двух мемуаров, которые, которые сами подтвердили о том, что это было так. Ну, ладно, хорошо, проехали, да? Итак, Владимир Александрович, отец его. Интересно, да? Тоже часы подарочные. Я прочту, потом покажу. От его императорского высочества, великого князя Владимира Александровича, воспитаннику липгвардии Семеновского полка, там, Василию Хрепунову. Значит, кто такие воспитанники? При вот этой вот сыны полка, которые у нас появились в Великой Отечественной войне, они на самом деле имели определенную историю. И, ну, допустим, в рот дворцовых гренадер были флейтисты, и это были сыновья чинов роты. А при гвардейских полках существовали воспитанники, которые выбирались туда из приютов, и, ну, может быть, еще какой-то был момент комплектования, и которые с этими полками, собственно говоря, и служили. Я сейчас, ну, вот то, что у дворцовых гренадер они получали чины до момента того возраста, когда они призывались на службу, это точно. Про воспитанников гвардейских полков я не знаю. Ну, в негвардейских полках тоже были школы для воспитанников, где в основном обучали грамоте, обучали первичным навыкам военного дела в основном детей, детей военнослужащих полка. Ну, да. И причем в дальнейшем не было обязательства им поступать на службу. Это уже вот в начале 20 века. Хочу сказать, что вот когда мы говорили в первой передаче про биографию Владимира и по поводу того, что в Забайкальском военном округе, где он командовал разведвзводом, потом разведродой, армия являлась носителем культуры, на самом деле в Российской империи армия очень часто являлась, ну, не только очень часто, но и была носителем культуры. Потому что, во-первых, нижние чины, то есть эти крестьяне, которые призывались, они получали в армию образование. Они не только... Они, во-первых, и идеологически были солдаты совсем другими людьми, чем просто крестьяне. Они там воспитывались. И несмотря на всю эту литературу, которую мы сейчас имеем в 19 веке, которая все это дело высмеивала, это было очень серьезным государствообразующим, государствостроительным моментом. Ну, и плюс ко всему прочему, вот даже детей тоже воспитывали. Конечно, были перегибы, были всякие военные кантонисты, были поселенные... Да, но это было до середины 19 века, да, потом потихонечку все это улучшалось, да, совершенно верно. То есть высмеивать систему, ее пародировать, это одно, а реально ее влияние на всю Российскую империю, оно было совершенно, оно было, во-первых, очень положительным и плодотворным. И, собственно говоря, революция у нас произошла именно тогда, когда кадровых военных просто не стало, их на полях Первой мировой войны всех, ну, там, большую часть, если не сказать большую, просто похоронили. Вот тогда просто империя вот этот костяк потеряла. Верно, я хочу что добавить. Спасибо за очень ценное замечание по поводу роли армии. И в наше время, даже вот когда я, когда я начинал службу, ко мне в разведроту пришел водитель бронированной разведной дозорной машины, я как сейчас помню, Ласько его звали. И когда я стал смотреть его личное дело, оказалось, что он с мамой живет не в доме, нигде, он живет, как же это было, короче, поезд, вагончики. Он живет в вагончике, которые могут перемещаться в разное место, и он там живет. И когда мы обсуждали с начальником штаба полка, он говорит, смотри, солдат, а я тогда еще не особенно это понимал, что я был молодой лейтенант, а мне начальник штаба говорит, ведь он только в армии увидел, как надо спать. На белых простынях, на белой наволочке, сетом, то есть на кровати. Ты посмотри, где он живет. Он живет в какой-то, причем, это я говорю вагон, да, в нашем представлении сейчас там купельный вагон, да, а на самом деле там было написано как-то по-другому, то ли передвижная какая-то, типа, будки. Вот реально было так написано. И это были в 80-е годы. И уже тогда, да, действительно, и тогда армия как раз и помогала многим людям открыть глаза в мир, да, увидеть, что есть другая жизнь, да, что можно по-другому себя вести, по-другому спать, там есть какие-то другие взаимоотношения. А вот он видел, он с бедной мамой, наверное, она там работала на этой железной дороге, может быть, какая-то передвижная бригада, у нее не было свое место жительства. Вот был место жительства, вот этот вот вагончик. Представляешь? Да. Так, ну мы продолжаем, да? Мы продолжаем. Итак, вот интересные часы, причем они очень редкие. Чем они редки? Редки. Тем, что это часы, мы будем, я буду впоследствии более детально рассказывать, но раз уж появился повод, здесь за отличную стрельбу из револьверов, да. То есть проводились такие состязания, я о них подробнее расскажу, как стреляли, что стреляли. Но тем не менее, с чем это связано? Вот здесь вот эта крышка, а на обратной стороне вензель, императорская корона и вензель Сергея Михайловича. То есть это подарочные часы от великого князя Сергея Михайловича. И эти часы подписные, и они не просто подписные, здесь, значит, портрет его и наградная надпись. Второй его императорского величества, великого высочества, великого князя Михаила Николаевича. Михаил Николаевич – это отец Сергея Михайловича. Михаил Николаевич был генерал-фельцессмейстером. То есть он всю жизнь командовал артиллерией. Есть знак 50 лет состояния Михаила Александровича в должности… Александрович – генерал-фельцессмейстера. Совершенно верно. И это было в 1906 году. Им награждались все чины артиллерии. На тот момент, состоящие на службе. Состоящие на службе на тот момент, да. А это его сын. Это его родной сын. Его судьба трагична, так же, как судьба трагична его родного брата, тоже Николая Михайловича, да. Их большевики расстреляли. Но, тем не менее, он тоже был… Да, и мы не закончили. Михаил Николаевича батареи, то есть это батарея имени его отца, гвардейской конно-артиллерийской бригады, младшему фейерверкеру и офисеву Злобину, да. То есть он тоже был, он, во-первых, был когда-то командиром этой гвардейской конно-артиллерийской бригады, а потом был генералом по артиллерии. И вот он наградил такими часами, то есть взяли обычные часы за стрельбу из пистолетов, из револьверов. Револьверы были у музыкантов, у фельдфибелей, у вахмистров, и у тех, кто по штату не имел винтовки. Да. Не имел там чины артиллерийского расчета, да, артиллерийский, ну да, они не имели винтовки. Не имели, да. И поэтому вот артиллеристы, они стреляли из револьверов. Как стреляли, подробнее потом расскажу, но тем не менее, вот, это такие вот интересные часы. От Сергея Михайловича за стрельбу, да. Вот еще тоже оригинальные часы, здесь стерся, правда, уже вензель. Николай Николаевич старший. Это уже младший. Младший? Это уже младший, да. У них были похожи. Почему младший? Это уже... А чем отличается? Это уже 12-й год, по-моему. А чем отличается у них вензеля в таком случае? Интересно. А по-моему, они ничем особенно не отличались от вензеля, да? Не знаю. Тоже загадка. Вот здесь вот накладной, видите, я много показывал. Вот это вот тоже накладной вензель и корона. А здесь гравированная. Вот она гравированная. Прям штампом гравировали. Вот здесь также штампом гравировали. Не стихили. Императорская корона, НН. Но на обратной стороне... На обратной стороне зафехтование. Отлично. Зафехтование. Сейчас мы посмотрим. Это интересные часы. Это очень интересные. По-моему, конно-гренадеру, по-моему. Конно-гренадер. А на чем конно-гренадер? А, ну конно-гренадер это леви-гвардия. Да, это первый полк в дивизии был леви-гвардии-драгунский. Второй конно-гренадерский. Ну, то есть, это, понятно, вторая, что ли. Я не помню, какая дивизия. Это дивизия гвардейская. Итак, смотрим, что здесь написано. Четвертый приз липгвардии конно-гренадерской полка. Там, такому-то, прям никому. Так, что по этому поводу можно сказать. Вот Николай Николаевич, ну, я думаю, что многие зрители знают, но не все. Николай Николаевич, это сын Николая Николаевича. И Николай Николаевич, это наш главнокомандующий в Великой войне 14-го года, до Николая II, который в 16-м, по-моему, или в 17-м году, в 16-м, в 16-м году стал Николай Николаевичем. Но его отец, Николай Николаевич, тоже был главнокомандующим в такой, в самой серьезной войне своего времени. Это была война за освобождение Болгарии. Он же, я же ничего не путаю? Нет. Вот, то есть Николай Николаевич главнокомандовал в войне с турками, которая привела к большим геополитическим изменениям во всем этом самом. Ну, вот часы, вот часы его отца. Вот часы, да? Вот вензеля-то, они одинаковые. Вензеля-то не так, да. А так, как могло быть, что вензеля одинаковые у двух разных людей? Кстати, вопросы интересные. Вопрос интересный и требует дальнейшего изучения. Просто... Может быть, вы мне забили второй гол. Да, не знаю. Один гол был у нас с коронами. Мы должны выяснить, да? Все-таки императорская корона отличается от великокняжеской. А это вот отличается... Ну, понятно, почему я определил, подумал, что это Николай Николаевич. Потому что это, там, 912 год, да? Тогда Николай Николаевич Старший уже живых не было. Живых не было, да. Но Николай Николаевич Старший был после даже смерти шефом нескольких полков. Полков, да. Первый Астраханского Драгунского VIII, какого-то из гренадерских, которые стояли в Нижней Новгороде. Ой, во Владимире, во Владимире и чего-то еще. Он много чего был шефом. Вообще, эти великие князья на армию проявили очень большое влияние. В принципе, очень большое. Не всегда положительное, но по отношению к кавалерии точно положительное. Потому что Николай Николаевич после реформы Александра III, который сильно подорвал боеспособность нашей кавалерии, эту кавалерию нашу возродил. Возродил, да. Ну, попутно тогда уж вот это родной брат Сергея Михайловича, Николай Михайлович. Он был большим ученым, по-моему, президентом Академии наук. И тоже он погиб вместе с ним в 18-м году. Часы подписные. Подписные. К сожалению, не написано. Я не смог атрибутировать, не смог определить, кому. Да, пожалуйста. Там под прапорщику, да, какому-то. Фельдфебель. Ну, это под прапорщик на должность фельдфебель. На добыт, да. Фельдфебель под прапорщику Павло. Пиденко, по-моему, да? Видимо, да. Ну, золотые часы Фельдфебелева, это, в общем, что-то такое, значимое очень. Да, вот я смотрю, что он генерал-инспектор кавалерии был. И, как я говорю, до 18-м году он был расстрелян большевиками вместе со своим братом. Ну, в каком-то кавалергарском мундире или кирасирском, я сейчас не могу сказать, они цветами отличаются. Ну, да, по фотографии... Фотографии непонятно, да. Непонятно, да. В какой полковой форме он. Давайте покажем тоже, чтобы наши зрители тоже не были отстраненными от тех знаний, которые мы получаем из книг, в которых один из участников передачи является автором. Так, ну и напоследок, часы от великих князей, это вот, скандально известный, один из скандально известных князей. Ну, Дмитрий Павлович, который... Да, который его сыновья воспитывались Сергеем Александровичем. Нет, Дмитрий Павлович, это который участвовал в убийстве Распутина. А, вот. Это он, да. И почему же он жив остался? Потому что его же выслали в Персию, в наказание за убийство. Поэтому он оказался. Но, спасибо ему, часы оказались подписными. Посмотри, а я посмотрю вот здесь вот. За отличную, не поет что? Стрельбу, наверное. За стрельбу, приз шефа Олимпгвардии, 2-го стрелкового церковь сельского полка, великого князя Дмитрия Павловича, КВС-113. Квадрат, расскажем. Четвертой роты младшему унтер-офицеру Косме Сосоеву, да? Сосоеву. Да. 1911 год. Вот это приз за стрельбу. О стрельбе мы будем рассказывать. Про квадрат я расскажу. Ну вот мы сейчас покажем надпись. Чтобы не забегали вперед, да? Раз уж мы закончим тогда. Ну что, вот что такое квадрат, это интересно. И как он считался, это будет интересно зрителям. Так что Дмитрий Павлович счастливо избежал участи практически всех Романовых, да? Так, ну и в заключении, в заключении, несколько часов с изображением императоров. То есть, впервые упоминания о том, что были пожалованы часы с изображением императоров, это относится к временам Петра Первого. То есть, там было в архивах, что Петр Первый пожаловал часы со своим, именно часы, да? Со своим портретом. Потом в Кремле, вот я говорил, есть Екатерина. В Политехническом музее есть золотые часы с портретом Александра Второго. Он подарил их своему родному брату и подписал. У меня есть несколько часов, я только взял двое с портретом этот Александр Третий. Вот это Александр Второй. Вообще, прям, дашу ремарку. У нас вот из подарков самое дорогое, самое ценное, скажем так, была, по-моему, шкатулка с Емаревым портретом императора. Это вот самый такой, самый крутой подарок, который давали. Ну, не только Емаревым, по-моему, просто портреты давали. Свои портреты? Да, свои портреты, но это уже как корни практически носился. И это давалось при Александре Первом. То есть, это могли пожаловать. Это вот, и их носили как ордена. Их носили как ордена, да. Вот что интересно, я хочу показать. Да, ну, на обратной стороне, на обратной стороне тут вот такой картуш. Здесь вот артиллерийский, по-моему, орудие, да. Два орудия, лавровый и дубовый венок, перекрещенные винтовки. Здесь учебные, то есть, за учебу, видно, давали кому-то, кому-то за отличную учебу. Но, интересно, здесь механизм я хочу показать. Прям как краба. Разделаешь этим ножом. Да, да. Как устрицу. Вот, вот такой механизм. Красивый резной механизм. Ну, соответственно, соответствовал статусу подарка. Да. Хорошо. Ну что, в общем, такой экскурс небольшой часы от царей и великих князей мы можем считать законченным. Да, дорогие зрители, спасибо, что вы были с нами. В наших дальнейших передачах мы расскажем еще о призовых часах, уже, наверное, более конкретно связанных с теми поводами, за которые их... Да, уже армейские, да. Да, спасибо, ждите. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.